Всем очень привет, друзья! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Представим очень простую ситуацию. У вас есть 20-22-23 тысячи рублей, вам нужно купить смартфон. Возможно, вам, возможно, вашим родителям, а может быть, вашему ребенку. Нужно, чтобы производительность была хорошая, аккумулятор хороший, камера была в порядке, чтобы можно было снимать видео из 4К, чтобы комплектация была полная, да, не надо там бегать за всякими чехлами и искать зарядку. И в этой ценовой категории есть несколько компаний, которые хорошо представлены. Это, конечно же, Samsung, это Realme, Redmi, это Infinix, это Tecno и это другие компании. Но, значит, что касается Samsung, я его сразу немножко отметаю, потому что за 22 тысячи рублей Samsung приобрести сложновато. Galaxy A55, например, он, во-первых, дороже, во-вторых, там нет ни чехла, ни зарядки в коробке. Отметаем. 35-й туда же. Infinix и Tecno. Хорошие развивающиеся бренды, но как будто бы, если мы возьмем, например, Realme, Redmi, то здесь все будет попроще. Компания. Именно поэтому мы сегодня смотрим на два вот этих телефона. Я их ношу как раз в чехле, потому что тестировал это Realme 13+, а также Redmi Note 13 Pro. Эти два телефона можно прямо сейчас приобрести где-то в цене от 20-22 тысяч рублей. Все, конечно же, зависит от комплектации, количества памяти, но вот это минимальная цена, за которую можно приобрести. Как раз таки хорошо попадают в нашу категорию. По производительности, по камерам, по автономности все хорошо, полный комплект, и чехол, и зарядка, все есть, цена отличная. Что ж, давайте выберем лучший смартфон из этих двух. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Постоянно, когда выходят новые смартфоны, и когда мы покупаем телефоны, нас интересует камера, камера. Окей, давайте начнем сравнение с фронтальной камерой. Итак, мы начинаем с фронтальной камеры. Она умеет снимать Full HD, 30 кадров в секунду, 4К смартфоны снимать не умеют. По фронтальной камере, что я могу сказать? Я могу сказать, что на Realme у нас более широкий угол, видите, большее количество информации попадает. Но при этом динамический диапазон лучше на Redmi, потому что на Redmi у нас сзади небо серо-синее, и оно такое должно быть. А на Realme у нас небо вообще пропадает немножко. Так что по динамическому диапазону лучше Redmi. Так, по фронталочке более-менее понятно, что у нас по съемке видео на основную камеру. Все-таки у Redmi стоит 200-мегапиксельная камера, а у Realme 50-мегапиксельная камера. На обеи камеры, кстати, есть оптическая стабилизация, и это хорошо. Посмотрим, как они снимают видео на основную камеру. А вот что касается основной камеры, то все гораздо серьезнее, потому что Realme умеет снимать 4К. 4К 30 кадров в секунду, и вы видите, как он снимает. А Redmi этого не умеет. Только Full HD 30 кадров в секунду, только Full HD, и все. Поэтому здесь, безусловно, качество изображения, детализация и все остальное будут на стороне Realme. Ну, а вот так вот смартфоны снимают в помещении. Здесь я обращаю внимание на то, насколько все-таки у Realme поинтереснее. Посмотрите, например, динамический диапазон. Видите, на Redmi все засвечено. На весь рекламный бокс полностью засвечен. На Realme все выглядит отлично. Плюс мы сейчас снимаем на Realme 4К, а на Redmi Full HD. Надпись «Хоккейный клуб СК» тоже была засвечена. Смотрите на различные лайтбоксы. Вот, например, видите, хинкали. Realme видит, что фон должен быть желтый, а Redmi не может это видеть. Полностью белый. Мало того, стабилизация. Смотрите, как работает на Redmi. Все немножечко прыгает. Ну, то есть, качество картинки, конечно же, на Realme гораздо интереснее. Несмотря на то, что у нас на Redmi камера на 200 мегапикселей, а на Realme на 50. Итак, здесь, мне кажется, все понятно. У Redmi, конечно же, есть большой минус. Это отсутствие съемки 4К. Да, к сожалению, по какой-то причине Redmi не может снимать. Я думаю, что на самом деле вопрос основной в процессоре. Но до процессора мы доберемся, пока снимаем наши чехлы. Кстати, чехол на Redmi очень прикольный. На Realme прозрачный, по большому счету попроще. На Redmi такой силиконовый приятный чехольчик. Оба смартфона выполнены из пластика. По бокам, а также сзади. Оба смартфона весят крайне немного. 188 граммов Redmi, 183 грамма Realme. Примерно одинаковая компоновка. Оба смартфона имеют джеки для наушников. Кнопки включения и громкости находятся с одной стороны. Я это приветствую. Две сим-карты можно и там, и там. Но у Redmi влагозащиты IP54 это даже лучше под дождь не попадать. У Realme получше. Влагозащиты IP65. Здесь смело можно попадать под дождь. Также у Realme сверху корни Gorilla Glass седьмого поколения, а у Redmi корни Gorilla Glass пятого поколения. Пленка наклеена и там, и там. Также важный момент, Realme поддерживает просмотр HDR фотографий. Что касается дизайна, здесь каждому свое. Кому-то нравятся шайбы, кому-то нравится более классический вариант на Redmi. Я бы сказал так. Наверное, Redmi такая более классическая конструкция. А Realme чуть более прогрессивный дизайн. Соответственно, кому что больше нравится. Кстати, обратите внимание, у Redmi есть еще вариант на 5G. Я взял вариант 4G, потому что он продается как раз-таки в наших российских широтах. Но в целом, если вы захотите обнаружить где-то 5G версию, соответственно, можете ее найти. Если для вас 5G имеет значение, пожалуйста. В России 5G особенно не наловишь. Так что 4G версия на Redmi. Но у Realme только одна версия, и она поддерживает 5G. Дисплеи немного отличаются. Во-первых, на Realme чуть больше 6,7 дюймов. Full HD+, разрешение 120 Гц там и там. Но при этом 600 нит в обычном режиме. Яркость у Realme 500 у Redmi. Максимально Realme выдает в HDR 2000 нит. Redmi в HDR выдает 1300 нит. В автоматической яркости 1200 и 1000. На самом деле, это примерно одинаково. Вот эту пиковую яркость при просмотре HDR контента мы не берем. Потому что от нее толку на самом деле крайне немного. И вы с ней редко встречаетесь. Под солнцем вы обычно получаете 1200 и 1000 минимальное преимущество у Realme. Оба смартфона имеют возможность включить Always On Display. Но у обоих смартфонах это урезный Always On Display. То есть он работает 10 секунд и все. Я вспоминаю, честно говоря, замечательные времена, когда на Realme 9 Always On Display работал на постоянку. И это было хорошо. Очень странно, что в современном Realme 13 этой функции нет. Ну а про Redmi вообще что говорить? Они постоянно обрезают вот этот Always On Display, хотя могли бы его включить. Жадины. По памяти ситуация следующая. Redmi поддерживает карточку памяти, Realme не поддерживает. Все стартует с версии 8-128. Максимальная память это 12-512. Но здесь очень важный момент. На Redmi у нас стоит память медленная. UFS 2.2. Это, соответственно, отражается на быстродействии. На Realme стоит более быстрая память UFS 3.1. Также стоит отметить, что если вы зайдете на Marketplace, то за 20 тысяч с копеечкой вы приобретете уже версию на 8-256. Это, грубо говоря, минимальный вариант, который продается за эти деньги. При этом Redmi за эти деньги, за 22 тысячи продается в комплектации 8-128. И это не очень хорошо. Кстати, что касается приобретений. Если вы хотите приобрести Redmi Note 13 Pro, Realme 13 Plus, может быть, хотите приобрести Samsung Galaxy A55 или другие телефоны, я вам рекомендую своих друзей компанию Cyprus. Внизу оставляю ссылочку, переходите, изучайте. У них, считайте, практически самые низкие цены по рынку. Можете смело это сравнить, что касается и Realme, и Redmi. Ну и, конечно же, если по этой ссылке перейдете, сделайте покупку, вам еще подарок будет, так что welcome. По разблокировке вопросов нету, потому что сканер-фетка пальцев встроен в экран, и там, и там он работает хорошо. И также хорошо работает разблокировка по лицу. И вот что касается производительности, у нас медленная память на Redmi, соответственно, и производительности у нас меньше. И, к сожалению, по производительности разрыв прям очень большой, потому что в Redmi стоит достаточно старый, уже понятный нам Helio G99, который установлен в огромное количество смартфонов, это примерно 430 тысяч баллов Antutu. А в Realme стоит достаточно свежий Snapdragon 7S Gen 2, и он уже выдает 730 тысяч баллов. То есть это практически в два раза больше, ну, грубо говоря, в 1,8 раза больше. Соответственно, конечно же, по производительности, по уровню того, как эти смартфоны работают, ну, у Realme, безусловно, впереди. Во-первых, конечно же, это касается работы системы, плавности системы. У нас 120 Гц и там, и там, но уровень этой герцовки совершенно не влияет на то, как отрабатывать систему, потому что, конечно же, производительность мощнее у Realme, соответственно, все плавнее, оперативнее, быстрее происходит реакция на нажатие, на запуск приложений и так далее. В играх такая же ситуация, Realme будет вытягивать гораздо большее количество игр по сравнению с Redmi. Мало того, Snapdragon это та платформа, которая более оптимизирована под игры, и вообще большинство производителей софта, в принципе, всегда ориентируются на Snapdragon, а потом уже компании Mediatek. Так что здесь у Redmi, конечно же, есть небольшой провал. И тут важно вспомнить, опять же, версию на 5G, потому что в ней установлен как раз-таки вот такой же процессор Snapdragon 7S Gen 2, и, соответственно, это 700 тысяч баллов Antutu, но эту версию в России найти крайне сложно, потому что она предназначена для других рынков. То есть, если найдете, хорошо, но, скорее всего, нет. Так что по производительности балл улетает, конечно же, в сторону Realme. А вот тактильно, я имею в виду по Vibro, мне больше нравится Redmi. У него больше различных функций по вибрации, он более тактильно отзывчивый, чаще вибрация встречается в системе. Ну, например, делаешь свайп назад, вибрация происходит. На Realme вибрация происходит гораздо реже, и она сама по себе такая слабее. По звуку, стереодинамики и там, и там, однако, какой же звучит класснее? Redmi. Да, на Redmi чуть такой более скудный звук, я бы сказал так, больше высоких частот, но при этом середина очень сильно провалена, громкости тоже немножко не хватает, так что здесь балл летит в сторону Realme. Как я уже говорил, оба смартфона имеют трех с половиной миллиметровый джек, соответственно, ушки можно подключать и туда, и туда. По бесправдным соединениям у Realme тоже поинтереснее, потому что здесь есть поддержка быстрого Wi-Fi 6-го. На Redmi только быстрый Wi-Fi 5-ый, Bluetooth версии 5.2 и там, и там. Но важно отметить, что инфракрасного порта в Realme нету, а в Redmi инфракрасный порт есть. Молодцы! Снизу USB Type-C версии 2.0. NFC работает и там, и там, соответственно, бесконтактная оплата пройдет. По аккумулятору здесь интересная ситуация, потому что у Redmi более быстрое зарядное устройство, 67 Вт против 45 Вт. Соответственно, минут на 20 Redmi будет заряжаться быстрее, но при этом у Redmi чуть меньше. Аккумулятор 5000, а у Realme аккумулятор 5200. Это тоже очень небольшая разница, поэтому все на самом деле будет зависеть от того, как вы используете смартфоны. Можно рассчитывать на то, что они будут выдавать примерно одно и то же количество времени. Вы, кстати, можете прямо сейчас в комментариях написать, если у вас есть либо Realme, либо Redmi. Напишите, пожалуйста, какой из этих смартфонов у вас есть, и сколько в день он выдает часов работы. По моему опыту он должен выдавать где-то в районе 5-6 часов работы экрана. В целом это нормально для того, чтобы закрыть полностью рабочий день. Ну и что касается камер, это то, с чего мы с вами начали, только мы с вами посмотрели на видео. А теперь давайте посмотрим на фото возможность. 200 мегапикселей на Redmi, 50 мегапикселей на Realme. Есть оптическая стабилизация, это основная камера. Также есть ультраширокая камера на 8 мегапикселей. Фронталочка 32 мегапикселя на Realme и 16 на Redmi. И на Redmi еще есть третий модуль, это макро модуль на 2 мегапикселя. Все-таки камера на Realme поинтереснее. Посмотрите, вот надпись шоколадница на Redmi пересвечена. Вот еще раз надпись шоколадница на Redmi, она опять пересвечена. Вот еще одна рекламная надпись, и она опять пересвечена на Redmi. А вот ночь на Redmi превратилась в день. Менее контрастная фотография на Redmi. На Realme все картиночки поинтереснее. Вот, например, Arfa Kirov, да, посмотрите, как выглядит. Итак, друзья, что мы по факту имеем? Ну, я бы сказал, что в большинстве сценариев Realme был поинтереснее. Тут важно помнить вот какой момент. Во-первых, Redmi, он уже находится давно на рынке. Этот смартфон выходил примерно 7 месяцев назад. Это первое. Второе. Я напомню, что есть версия на 5G. Если вам удастся ее раздобыть, соответственно, у вас будет и производительность хорошая, и аккумулятор побольше, и вообще будет прикольно. Но, так как смартфон не предназначен для российского рынка, если вдруг с ним что-то случится, ну, не знаю, там, разобьете дисплей, вам, возможно, придется доставать дисплей именно для того региона. Это, соответственно, проблема. Но самое важное, конечно же, помните, это то, что совсем скоро входит 14-й Redmi, и там уже ситуация будет в целом другой. Вот такая вот история, друзья. Если прямо сейчас говорить, какой из этих смартфонов вам купить сам за 20-22 тысячи рублей, ну, конечно же, я даю предпочтение Realme. Но интересно узнать ваше мнение. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. От себя говорю большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, здесь я рассказываю правду о гаждах, которыми пользуюсь. Фил, Честый Блог, всем счастливо, пока!